Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у вас будет Эдуард Миколаевский и Алина Храмова. Доброе утро! С нового 2014 года мы выходим в новом формате. Да, формат, конечно, новый, но проблемы старые. Точнее, одна проблема – это как заставить себя проснуться, ведь делать это особенно тяжело после длинных новогодних каникул. Но есть один проверенный и безотказный способ – утренняя гимнастика. Отправляемся на нее прямо сейчас. Доброе утро! Вот, наконец, прошли праздники. Вы немного отдохнули, но все-таки тяжело было для нашего желудка. И мы сегодня начнем с легкой зарядки. Немножко восстановим организм. Делаем вдох, опускаем руки вниз, раскрываем грудную клетку, глубоко вдохнули и округлили спину. Еще раз. Поставьте ноги пошире и наклон. Рука через вперед и в другую сторону. Накрыли себя. К этому движению добавим еще. Сохраняйте ровную спину и поставьте ногу назад. И вытянитесь. Раскройте колено. Еще два раза. Хорошо тянитесь. Последний повтор. Оставляем здесь ногу. Разворачиваемся боком. И наклоняемся вперед. Вытянули руки. Подтяните живот, вытяните линию позвоночника. И еще раз сверху. Стопы стоят параллельно. Колени прямые. Задержались в этом положении. И потянитесь руками вперед, копчиком назад. Подтягивая слегка живот в себя. Длинную шею сохраняем. Продолжаем сохранять линию позвоночника чуть вниз. И опустили руки. Шаг в сторону. Согнули. И выпрямили колени. Руками тянемся вперед, копчиком тянемся назад. Шея продолжение позвоночника. И спокойно, ровно дышите. Три. Два. Согнули колени. Оставляем правую руку. И скручиваем корпус. Больше разворачивайте грудную клетку. И направьте левую руку в потолок. Раскрывая плечи. И выпрямляем колени. Еще больше руку уводим назад. Ровно дышим. Четыре. Три. Два. Опускаем вниз. Ставим правую ногу за левую. И наклоняемся вниз. Чувствуем, как растягивается, мягко растягивается наше мышце. И уберите руки назад. Тяните животом к бедру. Четыре. Три. Два. Опускаем руки вниз. Шаг в сторону. И вдох. То же самое надо сделать на другую сторону. Наклон. Убираем левую ногу назад. И хорошо вытянуться. Растянуть правый бок. Растянуть левый бок. И колено. Сохраняем равновесие. Еще. Оставляем здесь. Опускаем руку вниз. Разворачиваем. Наклонили корпус вперед. Руки вывели. Подтягиваем живот. Вытягиваемся за ладошками вперед. И вверх. Еще два раза. Также наклон. Выдох. Сохраняем прямые колени. Последний раз. И задержались внизу. И наклоняемся с прямой спиной чуть ниже. Опускаем вниз. Ставим ногу в сторону. Согнули колени. Поставили стопы параллельно. И потянули за руками вперед. А копчиком назад. Три. Два. Согнуть колени. И раскрыться. Больше раскрываем грудной отдел. Правую руку направляем в потолок. И выпрямляем колени. Еще больше правую руку вводим назад. Опускаем вниз. И ставим левую ногу за правую. Потянуться животом к бедру. И убрать руки назад. Как можно дальше у их власти. Соединяем стопы. И спину вверх. Сделали вдох. Вы, наверное, почувствовали, как ваше тело немножко забодрилось. Вам хорошее настроение. И первого рабочего дня. Бодрость приходит во время зарядки, а аппетит во время еды. Эдик, а что ты ешь по утрам, чтобы проснуться? Боюсь, я не буду оригинален. Мне помогает так же, как и многим кофе. Кстати, ты знаешь, что если в кофе добавить кое-какие пряности, то просыпаться будешь в два раза быстрее. Это какие же? А вот сейчас расскажу. Утренний ароматный кофе с пряностями это не только приятное начало дня, но и заряд бодрости. Рецепт этого напитка прост. На одну маленькую чашечку понадобится одна ложка с горьким тонким молотом кофе. Засыпьте его в турку, добавьте холодной воды и поставьте на слабый огонь. Не дожидаясь сильного нагрева воды, добавьте щепотку корицы, щепотку молотого имбиря, щепотку красного молотого перца и чуть-чуть соли. Когда поднимется пенка, снимите турку с огня и поставьте дном в холодную проточную воду. В сам кофе можно капнуть одну-две капельки холодной воды и подождать одну минутку. Чашечку, предназначенную для кофе, рекомендуется предварительно прогреть, так вкус и аромат кофе будут интенсивнее и сохраняться лучше. Можно добавить в чашку ложку ромы и дольку лимона. Теперь налейте кофе из турки и наслаждайтесь бодрящим утренним напитком. Приятного аппетита! Надо будет опробовать этот рецепт, тем более, что после новогодних каникул очень сложно настраивать себя на работу. Кстати, как у тебя Новый год прошел? Отлично! Хотя, знаешь, плохо, что твой рецепт не попался мне на глаза раньше. Я бы мог успеть за это время гораздо больше. А представляешь, ведь есть люди на свете, которым не нужны какие-то тонизирующие, бодрящие напитки. Они и так, как батарейки-энержайзеры. Кто эти счастливчики? Дети, конечно же. И Новый год для них особенно чудесный праздник. Смотрю вот на новогодние утренники и сама жалею, что я уже не ребенок. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Зимой и летом стройная зеленая была. Неделье пела песенку и елочка Мороз снежком укутывал Смотри, не замерзай Мороз снежком укутывал Смотри, не замерзай Крутишка, зайка серенький Под елочкой скаткал Порою волк, сердитый волк, рысою пробегал Порою волк, сердитый волк, рысою пробегал Доброе утро всем, кто только что присоединился Мы продолжаем наше пробуждение после зимних каникул Я бы сказала, что после зимней спячки Пока вы, дорогие друзья, отдыхали, мы готовили на новое утро Как вы видите, у нас новая студия, которая со временем будет преображаться Становится все лучше и лучше И новый ведущий Эдуард Миколаевский Сегодня мы попытаемся настроить вас на рабочий лад после длительных выходных Вот тебе, например, сегодня хотелось идти на работу? Ну, как тебе сказать? Я, конечно, свою работу очень люблю, да и по коллегам очень соскучилась И идеи новые появились Но все-таки в рабочий ритм включиться как-то нелегко Тогда специально для тебя и для всех у нас на очереди советы психолога Выйдя на работу после длительных выходных Каждый человек проходит период адаптации или привыкания Поэтому нужно настраивать себя на предстоящие рабочие будни И надо находить, конечно, какие-то позитивные вещи Ну, например, тот, кто работает в бюджетной сфере Он может сказать, ну, скоро 15-е, будет аванс За 10 дней выходных раз и аванс, да, не знаю, кого и какой Но это первое Второе, ну, наверное, обязательно в коллективе есть кто-то, с кем захочется встретиться и поделиться пережитым, да А там, кто какой фильм посмотрел, кто как время провел То есть попробуйте найти в походе на работу через два дня, ну, нечто позитивное Это первое Ну, второе Вот если вы часто говорите, как неохота, как она мне надоела, эта работа То вот эти слова, они имеют еще вторичную, как бы, я эти слова сказала, услуг, да Мне кажется, что я их выплеснула, и мне стало легче Но они начинают действовать с удвоенной силой Это проговоренный, пущенный в пространство И возвращаются ко мне, потому что ребенок слышит А, это дурацкая школа, не хочу, да В общем, как бы, я думаю, что не надо, наверное, про это говорить И друг другу жаловаться, как неохота идти на эту дурацкую работу Или в эту дурацкую школу Потому что идти все равно придется Смысл, да Но, тем не менее, тогда вот эти слова предвосхищают вот это тягостное состояние Я думаю, что и руководители должны тоже понимать Которые тоже после праздника приходят Что народ будет втягиваться дня два-три Вот, да То есть на раскачку обязательно должно быть время И опять, ну, не корите себя, если вот ничего делать неохота Это нормально Звезды Новый год развесил на веселой елке Медведь сегодня веселый, танцуют волки Снова дед Марус шагает по лесным квартирам Леденцами угощает сливочным пломбиром Пляшут белки, пляшут зайцы Очень радостный народ Встретит песни, встретит танцы Новый год А Снегурочка на елку принесла смешинки И танцуют с нею польку белые снежинки Хорошо друзьям кружиться с песней на пригорке А потом пойти учиться только на пятерке Пляшут белки, пляшут зайцы Очень радостный народ Встретит песни, встретит танцы Новый год Субтитры подогнал «Сима» Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Елочка, елка, лесной аромат Очень ей нужен красивый наряд Пусть эта елочка праздничный час Каждая иголочкой радует нас, радует нас. Ёлочка любит весёлых детей, Мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта ёлочка праздничный час, Каждая иголочкой радует нас, радует нас. Ёлочка, ёлка, лесной аромат, Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта ёлочка праздничный час, Каждая иголочкой радует нас, радует нас. После праздников особенно тяжело не только проснуться, Но и настроиться на рабочий лад. Да, мы, взрослые, уже привыкли себя заставлять что-то делать. А вот детям заставить себя что-то делать очень тяжело. Новогодние каникулы – коварная штука. Ты только что вошёл во вкус, ещё не наотдыхался, Осталась пара-тройка невоплощённых идей. И вот как с таким чувством незавершённости идти в школу? На самом деле Алина просто рассказывает про себя, Как ей сегодня очень сильно не хотелось идти на работу. А знаешь, что помогло мне собраться? Совет психолога. Думаю, что родителям будет полезно послушать специалиста. Первые дни после каникул Не стоит сразу требовать от школьника Железной дисциплины и повышенной работоспособности. Не запрещать ребёнку «Быстро прийди домой, чтобы сделал уроки, да? Сначала уроки, потом всё остальное». Нет. Вот организм уже начинает протестовать. Поэтому, конечно, он должен гулять. Вот у меня бывает много консультаций, Мам жалуются на то, что это такое. Пришла, стала играть там с кошкой, Потом там залезла в компьютер. Вот тянет резину, не хочет она уроки учить. Ну, в данном случае я про одну консультацию говорю, Которую очень много таких. А я, значит, её ругаю, Ты должна прийти, вымыть руки, пообедать, И здесь делать уроки. Но это нереально для многих детей. Ну, есть какие-то особенные, Которые бегом бегут, скорее, Должны делать уроки, Сделал, сделал, гуляй смел. Нет. Вот не хочется это делать, правда. Потому что есть очень большая усталость. Но если вот такое поведение ребёнка Негативно оценивается, Возникает ощущение плохости, Ненормальности у мамы, у ребёнка. Это слёзы, крики, нервы, Растягивание, вот как бы, Делание уроков. Поэтому нужно легализовать родителям Вот эту нормальную детскую потребность. Пусть побалуется, Пусть полежит, Пусть погуляет. И потом сядет за уроки. Родителям кажется, Что чем дольше он не садится за уроки, Тем дольше он будет делать их. Но вот если мама проведёт эксперимент, Она будет столько же времени ругаться И заставлять делать уроки, И в конце концов, К тому же времени они это сделают. Но нервы будут потрачены. А ещё очень полезно иногда вспомнить О чём-нибудь очень хорошем. Ну да, например, О том, как прошли новогодние праздники, Как весело было водить хороводы вокруг ёлки И кричать, Ёлочка, гори! Жаль, конечно, Что наши съёмочные группы Не смогли побывать на всех ёлках Заречного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снегурочка плывёт А ко мне звукетом из ромашек В крае весит дедушка мороз И такой умел орех волшебный Преба вёс Новогодние игрушки Снечи и хлопушки вёд А весёлые зилюшки Мой перевернули дом Завели весёлый хоровод Ночи во спешу не стоит народ И не верилось, что всё пройдёт Сказочный стол По-моему, посмотреть хороший мультфильм с утра Тоже неплохой способ окончательно проснуться Да, особенно, если это старый, добрый советский мультфильм Алина, а тебе какие-нибудь мультфильмы нравятся советские? Конечно! Южик в тумане, Винни-Пух, Чиполино, Голубой щенок, Бременские музыканты, Карлосы... Остановись, по-моему, это бесконечное перечисление А наше время в эфире подходит к завершению Сегодня возбудили Эдуард Миколаевский И Алина Храмова Не переключайтесь, впереди ещё очень много интересного Далеко там, где ты, далеко Все твои города замело Замела зима Все твои дома Далеко там, где ты одна Там, где ты над землёй полумрак За тобой снег идёт Просто так Просто так пройдёт Белым снегом год За собой Оставляя лёд Всё это так холодно Скоро почти век Жизнь разделит Поровну Белый идёт снег Всё это так смешано Белой углов Да Всё это так смешано Всё это так Жаль Не выбирая места на ночлег Белыми старыми падает снег Не исчезая в холодный рассвет Падает 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 Снег 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 Продолжение следует...